МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире телеканал ЮТВ Супер Афиша. Букет разнообразных мероприятий, которые мы предлагаем вам к посещению в ближайшие выходные и в понедельник. И сегодня в выпуске дизайн-маркет, конкурс красоты и интеллектуальные игры. А также советские ВИА, детские театры и рубрика «Бесплатная Уфа» и в студии «Совесть» нашей программы, та, которая правильно трактовала все три тома вредных советов Григория Остера и при этом осталась безуколизным человеком Лиза Воротникова. И известнейший этнограф и антрополог своего поколения, любитель шведских столов и стенок Оскар Басыров. 8 и 9 марта здесь, в Центре современного искусства «Облака» пройдет второй феминистский фестиваль «Фэмбайрам». И у нас в гостях соорганизаторка этого фестиваля Ева Крестовец. Привет! Спасибо, что пришла. Привет! Давай расскажем уфимцам, вообще, вот второй год уже он проходит, что их там ждет, кому можно приходить и кому нужно приходить? Вообще, не побоюсь этого слова, «Фэмбайрам» – уникальное событие для нашего города, потому что у нас раньше не было никаких фестивалей, связанных именно с тематикой фэмповестки, женской повестки. И вот в прошлом году этот фестиваль возник. Название его придумала наша соратница, Танцулпан Буракаева, «Фэмбайрам» и предложила активисткам уфимского фэмсообщества вместе объединиться и попробовать сделать его. Вот, в этом году это уже второй фестиваль, он более масштабный, двухдневный, программа обширная, и в рамках фестиваля будут лекции, мастер-классы, тренинги, слуб-вечеринка, встречи с женщинами-политиками республики, бесплатные консультации от психологинь Уфы и много всего еще интересного. Я думаю, каждый уфимка может найти в нашей программе что-то интересное для себя, хотя бы одно, и прийти к нам, но, возможно, даже целый день провести с нами, или целых два дня. Чьи лекции? Что ты бы сама выделила? Например, в первый день будет лекция на тему, что такое психологическое насилие, как его распознать и как его избежать от гештальтерапевтки Екатерины Щербинок. Лекция про стрит-арт, женский стрит-арт от Расимы Кайбышевой. Будут бесплатные консультации от Алисы Курамшиной. И закончится все это своп-вечеринкой. Это когда все желающие могут принести какие-то вещи, аксессуары, книги, которые мне нужны, но они в хорошем состоянии, мы будем этим обмениваться. И вообще это будет такая вечеринка, шампански, им уже все будет расслаблено. Конец первого дня, как соорганизаторка, я выдохну наконец-то и пойду просто расслабляться. Когда вот, например, я какие-то подобные идеи в своем инстаграме рассказываю в сторис, сразу мне пишут мужчины. Ты что, из-за этих, что ли? Что происходит, Елизавета? Ты же замужем, у тебя есть двое детей. Вообще, ты ничего не понимаешь в этой жизни. Я сейчас от тебя отпишусь. Сказал мой друг, который сейчас живет в Москве, и меня прямо это задело. Почему мужчины настолько остро реагируют, если женщина говорит, что вот я феминистка? Я думаю, это связано с большим таким стереотипом, что феминистки это какие-то ненормальные женщины, неправильные женщины, обязательно агрессивные, обязательно сисками наголо бегают по улицам. Возможно, люди живых феминисток не видели в жизни, поэтому ошибки восприятия рождают монстров. На фестиваль мужчины могут прийти? Им будут рады? Да, мужчины могут прийти, и мы будем рады их увидеть. Для них заготовленный ящик с помидорами? Нет, нет. Феминизм это не про насилие, не про агрессию, не про хейд, ни в коем случае. Скажи, пожалуйста, все-таки современная феминистка это кто? Современная феминистка это женщина, которая четко разграничивает, где ее истинное желание, а где то, что навязано обществом. Говоря про общество, я имею в виду наши родители, потому что они имеют на нас большое влияние, для нас они авторитеты, имея в виду наших родственников, коллег, каких-то подруг, друзей, и все наше окружение, которое так или иначе на нас сильно влияет. Мы подменяем их какие-то ожидания, начинаем это воспринимать как наше желание. И вот когда мы это четко разграничиваем, то мы начинаем жить своей жизнью. Когда мы говорим о женской власти, что мы имеем в виду? Люди сразу воспринимают, что это женщины, которые возьмут там тупоры и будут забирать у мужчин власть, чтобы поменяться, оказаться на их месте. Нет. Женская власть – это про то, что каждая женщина может получить власть над своей жизнью. То есть над своим телом. Сама будет решать, что делать со своим телом. Рожать, не рожать, делать аборт, не делать аборт, делать татуировку. Или что-то… То есть это вот, это наше тело, это наше право. Потом, право распоряжаться своим временем. Будут тратить на обслуживание каких-то сторонних людей. Либо я позабочусь о себе. Поставлю себя на первое место. И, конечно же, право распоряжаться своей жизнью, своей единственной драгоценной жизнью. Главная цель фестиваля – это вернуть дню 8 марта его первоначальное значение. Это день солидарности женщин в борьбе за свои права. К сожалению, у нас в последние годы или десятилетия уже этот смысл абсолютно размылся. Теперь это праздник весны, красоты, где нам говорят пафосные комплименты, желают быть украшением дома, стола. Нежными, красивыми, желанными, вот это самое. Восхитительными. Быть хранительницами очага, побольше рожать детей и все такое. То есть, не зводя наш смысл жизни, женский смысл жизни, до каких-то таких утилитарных понятий, как материнство, быть. Хотя все это тоже прекрасно, если женщина сама с радостью это все делает, это ее выбор прекрасный. Ни в коем случае я не критикую такой выбор. Но истинное значение праздника нужно вернуть. Женщины разные, женщины хотят разного. И мы за то, чтобы у женщины был выбор, была свобода самой распоряжаться своей жизнью, своим временем, своим телом. Все, что я уже сказала. Фэмбайрам, 8 и 9 марта, Центр современного искусства «Облака», начало в 13.00, вход 100 рублей. Ну а 7 марта в торговом центре «Ультра» пройдет уже 20-й традиционный дизайн-маркет, где уфимские дизайнеры, художники, мастера разных ремесел представят, собственно, свои изделия. Вот будет много интересных вещей, еды, кстати, развлечений, там будет диджей, как обычно. Вот, Ева, ты в Уфе живешь давно тоже, дизайн-маркет 20-й, ты ходила на него? Что там тебе было интересно? О, он уже 20-й? Да, представляете. Я ходила, наверное, раза два, три. Ну вот последний раз мне очень там понравился проект, веганский проект «Будь здоров, не ешь коров». Там очень такие были вкусняшки веганские, прикольно было. Ну я еще прикупила пару носков бренда «Дам-дам». Там написано вот это «Уфе». Я подумала, классная штука, чтобы популяризировать Башкортостан. Я подарю своим подругам из других регионов, потому что я очень патриотично. В чем уникальный дизайн-маркет, это когда вот реально ты приходишь туда на первое особенно, сейчас уже нет, приходишь, и там реально твои все знакомые, там полуфы как бы тусуются. Почему, как бы, есть же там рынки, условно говоря, есть торговые центры, почему именно вот в формате такого маркета, когда все обвиняются, почему это выстрелило? Я думаю, это потому, что это заявлено как территория такой тусовки, свободы, и люди все друг друга знают, как вы сказали. Там можно много чего сделать, то есть покушать, повеселиться, пообщаться, познакомиться с кем-то. Это очень много интересной продукции, часто самодельной продукции, которую на рынках, например, не найти, а в магазинах специализированных они продаются дороже. Я вот заметила, что на дизайн-маркете они немножко сбавляют цену. Да, можно поторговаться, в этом тоже есть своя прессия. Это вот такой движ, такая тусовка. Вот чтобы в городе появилось что-то интересное в Уфе, нужно взять и делать это самим. Наверное, это проблема большинства провинциальных городов, когда все интересное, живое, такое настоящее, оно делается руками тех людей, которые сгодят этим. И дизайн-маркет, мне кажется, вот такая инициатива, таких ребят и девчат. Дизайн-маркет в торговом центре «Ультра» 7 марта, начало в 13.00, вход свободный. Новая серия интеллектуальных игр «Энштейн Пати» начинает свой весенний сезон, и в эту субботу в баре «Дорогая, я перезвоню» можно будет сразиться в битве на тему советская музыка и кино. Ого! Ты играешь в квизы? Мне приходилось играть, если честно, немножко побаиваюсь таких интеллектуальных игр, потому что мне кажется, что они достаточно умные. Вот, кстати, наверное, это часть нашей женско-гендерной социализации, когда как-то вот я не очень уверена в себе в этом плане. Но у меня друзья-подруги очень активно занимаются ЧГК, вот эти квизы разнообразные, и мне кажется, это так интересно. Но, возможно, я тоже однажды переборю вот эту свою неуверенность и попробую. Там как раз команда то есть «Что, где, когда» это больше такое, знаешь, пафосное, как бы, как бы, что привыкли, что вот это там трусь, вот это все волчок, да? А тут попроще, что развлекательный формат, там главное не победа, а реально там главное участие, такая твоя команда образования, то есть как бы, как вот пришли, сколько у вас людей, как вот между собой взаимодействовать. Ну да, то есть какие-то новые знакомства можно завести и в конце концов просто стать чуточку умнее и узнать больше. Мне кажется, Ева, что одно то, что ты признаешь, что ты недостаточно умна, говорит о тебе, как о человеке, который хорошо рефлексирует и, в принципе, готов сразиться в битве, так что я в тебя верю. Пока же не готова. Давай. Спасибо. Тема кино и музыка Советского Союза, вот наше поколение такое, оно вроде как, даже особенно молодое, оно такое, о, Советский Союз, нет, нет, нет. Но говорят, что советское кино было самое лучшее. Ты разделяешь этот взгляд? Да, я разделяю, я обожаю советское кино, немножко Советский Союз застала, ну, мне кажется, такой огромный, интереснейший, уникальный пласт нашей культуры, вот именно советское кино. Несмотря на то, что, конечно, там женщина показана в таких стереотипных ролях, шаблонах. Как перестать видеть созависимость, да? Слушай, обидно, клянусь, обидно, но ничего не сделал, да? Только вошел. Молодая еще, капризная. Какой капризный, что здесь хулиганки? Непаханное поле, можно смотреть, разбирать, как вот эта репрезентация женщин происходит в советской кинематографе, это очень интересно. Но в субботу на Эйнштейн-пати, мне кажется, мы с вами вполне можем прийтись ко двору, потому что кто, как не мы, знаем мотив служебного романа. Эйнштейн-пати 7 марта, дорогая, я перезвоню, начало в 14.00, вход 300 рублей. А в субботу в ГКЗ Башкортостан пройдет республиканский конкурс красоты и традиций под названием Башкортостан-Гузале. Нам говорят, что это мероприятие одно из самых ожидаемых в бьюти-индустрии нашего региона. Вот что там будет. Ежегодно на сцену выходят самые красивые девушки разных национальностей, владеющие башкирским или татарским языком, там подчеркивается, и рассказывают о традициях своего народа, представляют модную дизайнерскую одежду, ну и как-то еще проводят время. Ты послушала, что я сказал сейчас. Да. Тебя заинтересовало? Мое отношение к конкурсам красоты разнообразным, которые у нас проходят в стране, чем они плохи для женщины, в чем заключается их негативное влияние? То, что они из раза в раз конструируют такой искусственный образ красивой, идеальной женщины. А его не существует, это миф. И получается, все женщины, начиная там буквально с 10 лет, пытаются угнаться за этим мифом и всячески себя истязают диетами, страдают анорексией, булимией, ложатся под нож классических хирургов. То есть им приходится это делать, чтобы соответствовать ожиданиям общества. стандартам красоты, которые создают глянцевые журналы, масс-медиа и капитализм, которым это все выгодно. Ты говоришь про классические конкурсы красоты. Здесь вот попытались сделать упор в сторону этническую, что показывают культуру народа, которого они представляют. Давайте посмотрим с позитивной стороны. И мне кажется, что для некоторых девочек это реальная возможность обрести какие-то связи, может быть, встретить какого-то продюсера или педагога по актерскому мастерству или вокалу или режиссера. Но если она хочет стать моделью профессиональной, например, или певицей, если там же есть конкурс талантов еще, то есть какой-то шанс, чтобы ее заметили. Возможно, да. Все равно это, во-первых, это хорошее портфолио, красивые фоточки. Я призываю критично относиться ко всем подобным мероприятиям и понимать суть, на чем оно держится, на каких наших страхах оно растет. А сейчас детская афиша. 7 и 8 марта в Башкирской филармонии выступит театр Андрея Фартушного со сказкой «Зайцы». Что нам обещают? Это такая 4D постановка, в которой все интерактивно, в которой летает по сцене игрушка, летает по залу игрушка, дети могут веселиться, делать, что хотят, при этом там еще какое-то веселое действо происходит. Вот, в общем, и все это под интересную, классную, веселую музыку. Я не знаю, что нужно детям, это больше Лиза разбирается. Но мне кажется, что я посмотрел трейлер и меня самого заинтересовало. Я как будто в детство окунулся, я хотел там быть и безобразней всячески. Все эти вот эти мохнатые костюмы персонажей из леса меня немножко так напугали. Но я думаю, детям зайдет, потому что у них восприятие немножко другое. Это вот это все тактильная помощь, обниматься с ними можно, фотографироваться. То есть вот это, то, что дети могут перемещаться там, взаимодействовать с этими актерами. Я думаю, детям да, это самое то, что... А будешь же говорить «сиди на месте, сиди на месте». Ну, учитывая, что программа очень разнообразна, там будут огромные мыльные пузыри, вьюга из холодильника, волшебный суп, морковная дискотека, игра в снежки, рисунки лазером, то мне кажется, что это просто идеальное мероприятие для таких детей, как, например, мой младший ребенок, которые не хотят сидеть на месте, а хотят все время тусоваться. И что-то, что бы происходило на сцене и их захватывало. Зайцы Андрея Фартушнова в детской филармонии. 7 и 8 марта, начало в 11, 14 и 17.00, билеты от 700 до 2500. В ГДК 8 марта единственный в мире театр кошек под руководством известнейшего Юрия Куклачева представит новую программу под названием «Мяугли». То есть это кот, который воспитали люди, да? Как неожиданно. Как ты относишься к кошкам? Известен ли тебе Юрий Куклачев? Ну, к кошкам я отношусь положительно, к котам тоже. А вот, ну, имя Куклачева знакомо с детства, конечно, по-моему, раньше на телевидении какие-то передачи вел имя. Было бы такое. Хорошо знакомо. Единственное, что к каким-то таким шоу, где используются животные, я немножко с осторожностью отношусь, потому что мне кажется, ну вот, например, я знаю, что кошки – это животные, которые с трудом поддаются дрессуре, и я не знаю, каким образом Куклачев конкретно заставляет своих питомцев делать то, что они делают. И мне много. Кошки очень любят есть, поэтому их можно шантажировать едой, что ли. А до этого их нужно голодом поморить, да, денек? Ну, как бы, да, а что поделаешь? Я считаю, что все-таки мы живем в современном мире, где вот таких шоу, где эксплуатируются животные, надо отходить, ну, стоило бы отходить, как-то идти в сторону гуманизма, гуманного отношения с животными. Ну, смотри, ну, Куклачев работу потеряет, тогда у него театр тоже немаленький. Как вот, куда им всем деваться? Распустить? Слушай, а с другой стороны? Заняться чем-то другим. Тебе не кажется, что этим кошкам на улице уготована менее прекрасная судьба? И, скажем так, они могут там замерзнуть, их может задавить машина. Мне кажется, если предположить, что Куклачев захочет распустить свой кошачий, кошачью труппу, то будет очень много желающих, которые прям с руками этих известных кошек оторвут. Но вот если, то есть вы так говорите, как будто нет другой альтернативы, как вот либо они будут эксплуатируемы Куклачевым, либо их надо выбросить на улицу. Ну, мы тебя провоцируем, Ев, конечно, у нас работа такая, чтобы тебя вывести на эмоции немножко. Ага, ну, мне кажется, что если люди, например, хорошо относятся к кошкам, любят на них смотреть, то разумнее, рациональнее будет эти деньги отдать не на то, чтобы Куклачев продолжал все это делать, а просто отнести в какой-то приют бездомных животных на кором, чтобы купить кором животным. Возможно. Это будет, как-то мне кажется, вот это я бы так сделала. Мяугли 8 марта в ГДК, начало в 13.00, билеты от 700 до полутора тысяч рублей. Друзья, 7 марта в ГДК театр «Огни Москвы» покажет вам спектакль с пометкой «Только для взрослых» под названием «Вход только для женщин». Что значит, они нам говорят, если вам скучно и одиноко, обращайтесь в контору «Горячий шоколад». Там вы можете погрузиться в мир настоящих мужчин и весело провести досуга. Как вы понимаете, спектакль о стриптизе. Посмотрел бы ты стриптиз в театре. Это привозной спектакль? Да, конечно. Ну, стриптиз как таковый меня не интересует. Я очень скептически отношусь к привозным театрам, спектаклям. Мне кажется, что для того, чтобы устраивать чёс по регионам, у строителей всего этого выбирают что-то такое самое такое... Низменное. Да. Попсовое. Цепляющее толпу разъяренную советскую, российскую женщину. Да, такое пошловатая. Ну, вот, возможно, скорее всего, мне не будет... Я не получу удовольствия от лицезрения такого. Вот я прочитал отзывы на этот спектакль от разных городов. Там пишут как раз-таки это очень пошло, не смешно, актёры играют из рук, вон плохо. В общем-то, но, как бы... А, там, знаешь, какая-то Надежда Петровна обвиняла, что они взяли толстого актёра и он, типа, раздевается, говорит, я сидел на первом льду, мне, говорит, было неприятно. Вот она ещё такое писала. Нам говорят, что финал этой необычной истории, когда мужчины борются за звание самого элитного стриптизёра, значит, несущая заряд эмоций, накал страстей и безумную любовь к ней, к женщине, а российской женщине очень полезно вдоволь до слёз и коллег посмеяться. Это очень важный момент. Кто решил, что... Писал на эту рецензию. Кто писал этот текст? Потому что, как говорила великая Симона Дебувар, то, что говорят о женщинах мужчины, пишут о женщинах, ставят, если это делают мужчины, подвергайте это большому сомнению. Потому что что может знать о женском опыте человек, который не имеет этого опыта? Ну, в общем, честно, для меня тоже, я видел там отрывки, это очень сомнительное событие, вот, но, как бы, есть любители. Цена, сейчас посмотрим, сколько там, 300 рублей, в принципе, можно пройти, то есть за 300 рублей, мне кажется, на привозной театр они в жизни не ходил никто в Уфе, потому что обычно дороже всегда. И кто-то сходит, 7 марта тем более, выходной день. Не знаю, мне муж бесплатно танцует и не толстый. Ну, спасибо, да. Мне вот не танцует твой муж стриптиз, я ничего не могу сказать. Я с ним поговорю. Вход только для женщин. 7 марта ГДК начало в 19.00, билеты от 300 до 800 рублей. 9 марта, в понедельник в театр оперы и балета приедет Московский театр на Малой Бронной со спектаклем «Поздняя любовь». Это удивительная история о немолодом уже человеке, как понятно из названия, который на пороге своего дома однажды встречает прекрасную женщину. А в ролях, кто бы вы думали, Клара Новикова, Леонид Каневский и Сергей Дорогов. Ну, не Клара Цеткина. «Поздняя любовь», Клара Новикова. Звучит уже как что-то теплое, знаешь, такое щемящее в груди. Описание спектакля меня не заинтересовало, но сам театр я знаю, как-то мне довелось у них побывать в Москве, по-моему, был спектакль по Островскому. Ну, это замечательная труппа, я думаю, это хороший спектакль. Ну, смотри, то есть вот такие гастроли, в принципе, привозные, они нужны, то есть театр хороший? Да, если у театра есть определенная как бы репутация, если они это подтверждают из раза в раз, то есть вероятность, что это будет хорошая постановка и время будет потрачено не зря на ее просмотр. Но единственное, вот в описании, конечно, опять-таки, вот эти проигрывания стандартных шаблонов, взаимоотношения полов, где есть какой-то главный герой, мужчина обязательно, он абсолют, все вертится вокруг него, а женщина пришла, чтобы стать для него музой, какой-то вдохновительницей, но мне кажется, что сейчас ты уже немножко передергиваешься. Здесь не сказано, что мужчина суперабсолют, а женщина ему прислуживает. Может быть, там все как раз-таки наоборот? Возможно. Но я столько смотрела спектакли и фильмов российского производства, что вот эти шаблоны, они из раза в раз повторяются. Ты прекрасно знаешь мое отношение к женщине. Есть деньги, появляются женщины. Появляются женщины, исчезают деньги. Вот тебе нравится кларной ее юмор? Помнишь ты что-то из ее вступлений? Я помню ее, да, с мехопанорамы. У нее образ, помнишь, такая высота, такая женщина, такой вот, ой, ой, там Михаловна, там что делается? Знаете, когда у женщины нечего надеть, значит у нее ничего нового, правильно? А когда у мужчины нечего надеть, значит у него ничего чистого. Помню смутно, но на этот спектакль, наверное, я бы сходила посмотреть, потому что театр неплохой, актеры хорошие. Поздняя любовь, 9 марта, театр оперы и балеты, начало в 19.00, билеты от 650 до 4000 рублей. Подходим мы к кульминации нашей программы, ведь в понедельник в ГКЗ Башкортостан выступит легендарная группа «Самоцветы», которая споет все свои хиты. «Мой адрес ни дома, ни улица, мой адрес Советский Союз», «Сини ини», что там еще, «Не надо печалиться», «Мы желаем счастья», вам в общем все, без чего не обходится, дискотека там 80-х, ни одно такое застолье, «Позитивные песни», «Да». Которая, ни одна пьянка такая, знаешь, когда там со взрослыми людьми пьешь, вот такие постарше, и как бы конец всегда заканчивается одинаково там. «Мы желаем счастья», вам вот это все. «Новодится сердце», «Сердце волнуется», «Почтовый пакуется грудь», «Мой адрес ни дома, ни улица, мой адрес Советский Союз», «Мой адрес ни дома, ни улица, мой адрес Советский Союз». «Самоцветы» для кого это сейчас? Кто туда пойдет? Я думаю, это для взрослого поколения, возможно, наших мам, наших пап, которые вот застали, которые в период их молодости это все звучало, на их дискотеках. Группа действительно легендарная, песни замечательные. Я помню, у меня в детстве была пластинка, и вот это такое ощущение от «Самоцветов», что это такое теплое что-то из детства. Да. Вы знаете, что это был официальный рок того времени, когда вот были, потом появились такие группы, которых уже пытались запрещать подпольный рок, а «Самоцветы» — это когда они появились с позитивными песнями в рассвет, когда все было можно, потому что песни там, ну, не подкопаешься идеологически, это к синему инему, вообще ни за что. Классные вокалисты и настоящие музыканты. У меня всегда вызывают сомнения, когда человек, у которого нет музыкальной школы, который с трудом вообще формирует какие-то слова в своем артикуляционном аппарате и, в принципе, как бы не открывает челюсть, поет и собирает стадионы. Мне всегда немножко больно за искусство. А здесь я считаю, что это настоящее искусство, не самодеятельность. И, допустим, своей маме я бы с удовольствием подарила билеты. Мне кажется, она бы шла домой и пела эти песни. Самоцветы 9 марта в ГК «Забашкортостан» начало в 19.00. Билеты от 800 до 1800 рублей. А сейчас наша рубрика «Бесплатная Уфа». В пространстве «Артлаб-19» представляет свою выставку «Что мы знаем об этом». Турбен – художник из культурной столицы, загадочная личность, которая не дает интервью, но у него очень интересные работы, которые напоминают детские рисунки, такие открытые, яркие. Выставка, которая там, она больше мрачная. То есть там включили музыку, знаешь, на открытие такой вот космическую, какой ты ходишь, окунаешься в свое детство, и все твои страхи вылезают наружу. «Артлаб» вообще классное место, да, я стараюсь следить за их выставками. Часто они что-то такое интересное, современное искусство выставляют. Недавно там была выставка финской девушки с феминистскими взглядами, забыла название, «Брейв». Ее зовут Аделия Маргинал, «Би Брейв» называется, да, выставка. Вот мне понравилось. И то, что на эту выставку была реакция от зрителей, негативная, то, что возникают вопросы, возникает какой-то какой-то инцидент такой. Вечером 7 марта в мюзик-холл 27 можно будет послушать акустический проект известной актрисы русского драматического театра и певицы Софьи Венедиктовой под названием «Пиес Акустика». Начало в 20.00. А в понедельник мужская гонбольная команда «Акбузат» сыграет с клубом «Университет Нева» из Санкт-Петербурга в спорткомплексе УГНТУ. Начало в 18.30. В завершении выпуска киноафиши одна из главных примеров недели это новая работа от студии «Пиксар» под названием «Вперед». Волшебный мир некогда вдруг там пропадает волшебство и вот все эти сказочные существа пытаются как-то выжить и где нет колдовства и где нет суперспособностей. «Пиксар». Тебе нравится? Самый любимый мультик «Пиксара» это «Валли». Вот после него я пока не видела ничего такого, чтобы меня впечатлило больше, чем «Валли». А как же «Верх»? А «Верх», кстати, я не смотрела. Вот посмотри, тоже очень трогательная. У них достойные мультики, не просто такие стандартные, а с интересным смыслом. Папа вернется сюда? Такое возможно? С этой штукой? Да! Я увижусь с папой? У нас ровно сутки на то, чтобы вернуть папу! Но я не умею колдовать! Придется научиться. Вот так, локти выше, ноги шире и грудь колесом. Лодки! Дай сосредоточиться! Уже! Барли, ты не мешай! Барли? Ой-ой! Новая версия «Человека-невидимки» с Элизбет Мосс от Леонула, известного хоррора-делолщика, если можно так выразиться. Вот, в этой версии умерший муж Элизбет Мосс возвращается к ней и не дает ей жить. О боже, мужчина даже после смерти возвращается им. Не та, а женщина. Так, к сожалению, так. К сожалению, так. Я не сумасшедшая. Пожалуйста, выслушайте меня! Вы утверждаете, что человек, пытающийся вас убить, сейчас находится в этой комнате, но мы его не видим. Он вас слышит. Где ты? Где ты? Покажись! Ну давай! Ну же! Попался! Еще один ужастик «Остров фантазии», значит, место, которое кажется раем, но, разумеется, оказывается смертельной ловушкой. Стандартный сюжет достаточно. Вот, когда ребята попадают на остров, хотят отдохнуть, а с ними происходит всякое нехорошее. Остров искажает наше желание! Нас привезли сюда не ради наших фантазий. А чтобы мы стали частью чужой игры. Также на повестке дня две дворусских фильма. Первая, как раз таки о женщине, которой можно гордиться, Виктория Молчанова. Это знаменитая наша фридайверка. Вот, она установила 40 мировых рекордов по, во-первых, по глубине ныряния там в океан, и, во-вторых, по времени, которое она могла отдыхание задерживать. Она, по-моему, на 9 минут могла отдыхание задерживать. К сожалению, Молчанова умерла в 15-м году, она просто с ребятами пошла купаться, нырнула там очень неглубоко, и в итоге так и не выпула. Вот эта ирония судьбы, да? Она начала свою карьеру только в 40 лет. Ее бросил муж до этого, она осталась но к 40 годам она нашла, пережила, в общем, все эти ужасы, нашла себя и стала вот заниматься то, чем ей нравится. И, наконец, новый фильм Елены Хазановой это комедия с Милошем Биквичем, самым кассовым российским актером прямо сейчас называется «Отель Белграмм». Пригнись! Не норву! Всех колодец! Эвакуация хозяина! Ева, спасибо большое, что пришла. Желаем успехов в организации ФМБРА. Мы надеемся, там будет много народу. Вот, и мы сами тоже, надеюсь, придем. Обязательно приходите. Дорогие друзья, если вы обладаете информацией о каком-либо интересном событии и боитесь, что мы его пропустим, то непременно пишите нам в WhatsApp или в Telegram на номер 8-987-046-54-54. И если событие окажется действительно интересным, то мы обязательно расскажем о нем в Супер Афише. От всей души надеемся, что вы получили полезные рекомендации о том, как классно и хорошо провести время в нашем городе. С вами была Супер Афиша и, как говорил Классик, ходите куда хотите. Мой адрес Ни Голкини улица, Мой адрес Советский Союз.